Здравствуйте, меня зовут Екатерина Борисовна Скрипникова, я врач-педиатр, работаю в детском отделении SM-клиника на Мариной Роще. Сегодня мы хотим с вами поговорить о правилах ухода за новорожденными детьми и о распространенных мифах. На моей практике встречалось достаточно большое количество мифов, которые мы сейчас с вами разберем. Первый, самый распространенный, это купать ребеночка в кипяченой воде, добавлять травы или марганцовку. Дальше это ежедневно промывать нос с растворами морской воды, с физраствором или добавлять, например, персиковое масло. Также некоторые мамы по совету могут закапывать в носик грудное молоко, либо использовать повседневно аспираторы. Следующим мифом у нас будет промывать глаза ребенка грудным молоком. Также зачастую встречается такой совет, как смазывать ребенку кожу различными маслами. Также встречается такой народный совет, как выкатывать ребенку пушковые волосы на коже мякотью хлеба. Также использование агрессивных спиртовых средств для обработки пуповины или пупочной ранки, протирать ребеночку раствором соды язык и использовать ватные палочки для обработки ушного прохода. Теперь мы разберем основные правила ухода за новорожденным ребенком. Поговорим об условиях, комфортных для жизни ребенка после выписки из роддома. Температура в комнате должна составлять где-то 23-24 градуса, влажность 50-60, а также необходимо систематически проветривать помещение по уходу за кожей. Рекомендуется новорожденного ребеночка купать через день, используя специальные средства для купания 1-2 раза в неделю. Голову можно мыть также 1-2 раза в неделю. Каждое утро необходимо маме провести ритуал гигиены, осмотреть все складки ребеночка за ушками, шею, подмышками, в сгибах рук и ног и протереть ватным диском, смоченным водой комнатной температуры. После этого хорошо просушить кожу. Также следим за чистотой кожи лица, умываем ребеночка перед кормлением, хорошо просушиваем кожу. Просушиваем кожу ребенка осторожными промакивающими движениями, ватным сухим диском. Также важно каждой маме знать, что скоба на теле ребенка, которая остается на повинном отростке, она не является противопоказанием для купания ребеночка. Если кожа ребенка выглядит здоровой, нет никаких покраснений, опрелостей, она в целом не нуждается ни в каких дополнительных средствах после купания. Если вы замечаете на коже ребеночка какие-то отклонения от нормы, то для подбора средств нужно обратиться к педиатру. Обработка пуповины. Если ваш малыш выписан из роддома со скобой на пуповинном остатке, не нужно использовать никаких средств. Важно просто следить за чистотой и сухостью пуповинного остатка. Что нужно делать? Вы просто промываете ватным диском с водой и просушиваете кожу. Чтобы пуповинная ранка оставалась чистой и сухой, нужно обязательно край подгузника подгибать под скобу. Если скоба отпала после того, как выписались из роддома, для обработки рамки, мы используем однократно трехпроцентную перекись водорода, просушиваем и больше, собственно, ничего можно не использовать. Я не рекомендую мамам использовать агрессивные средства с содержанием спирта, также анилиновыми красителями, такие как зеленка, потому что если там будет развиваться какое-то воспаление, врач при осмотре просто не сможет разглядеть процесс. Некоторых родителей пугает, что пупочная ранка может подкравливать. В данном случае можно использовать перекись водорода в уходе. Подбывание в домашних условиях я рекомендую использовать только проточную воду. Не использовать косметические и гигиенические салфетки, так как они могут раздражать нежную кожу ребенка. Если необходимо убрать остатки кала с кожи, вы можете использовать средства для подмывания. По уходу за носовыми ходами он осуществляется только по необходимости. Если мама замечает затрудненное дыхание, вы можете взять ватный диск, скрутить небольшой жгутик, смочить кипяченой теплой водичкой и аккуратно очистить нос ребеночка. Использовать ежедневно растворы, аспираторы не имеют необходимости. Уход за ушными проходами не рекомендую для новорожденных детей использовать ватные палочки, так как вы можете легко повредить барабанную перепонку, даже не заметив этого. Уход за ротовой полостью ребенка. Зачастую мамы ошибочно полагают, что белый налет на языке ребенка это как и так называемая молочница. Тонкий белый налет это остатки грудного молока или смеси, съеденным ребенком. Никаких дополнительных средств для его удаления не требуется. Средства по уходу за кожей ребенка. Необходимо выбирать максимально безопасные средства для ухода с нейтральным PH, с отсутствием агрессивных компонентов и без запахов. Уважаемые родители, сегодня мы поговорили об основных правилах ухода за новорожденными, а также о самых распространенных мифах. При возникновении каких-либо проблем рекомендую вам обратиться к врачу-педиатру за консультацией. Желаю здоровья вам и вашим близким.